То, что у нас любые выборы приобретают геополитический аспект, уже ни для кого не секрет. Однако в этой кампании наши политики еще и развернуться толком не успели, как им помогла заграница. Пресса активно обсуждает доклад лондонского Chatham House, он же Королевский институт международных отношений. Организация весьма влиятельная, так вот ее специалисты взялись за Молдову, которую вместе с Белоруссией и Украиной британские эксперты отнесли к странам, находящимся на переднем крае ожесточенной битвы за свое будущее. А битва эта заключается по большому счету в одном – противодействии России как главной угрозе. Сегодня мы будем говорить об этом весьма любопытном документе и его влиянии на предвыборную ситуацию. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. И сегодня помогать освещать эту непростую, но очень интересную тему. У меня будут политологи Анатолий Царанов, Борис Шиповалов. Добрый вечер. Добрый вечер. Поддержать позицию одного из участников можете и вы, позвонив по указанному ниже номеру телефонов. Звоните. Нам важно ваше мнение. Ну что ж, я не знаю, читали ли вы сам этот документ, это 45 страниц. Ну как вот вы оцените сам факт его появления? Господин Шиповалов. Ну, для меня он не является неожиданностью, потому что, скажем так, с вопросами идеологической работы и пропаганды я связан очень давно. И поэтому читал не только этот доклад, но и многие другие документы. И английский, и центральное разведывательное управление, и германский в свое время. Ну вот, в конце 17-го года, если помните, да, вышла вот эта наша знаменитая с Лупашко Михаилом книга «Русофобия», которая выдержала два издания уже на молдавской действительности написанная. Поэтому то, что Запад вмешивается во внутренние дела многих государств... Вот вы расцениваете этот доклад как вмешательство, давайте вот акценты сразу ставить. Ну, во-первых, скажем так, доклад — это рабочий инструмент тех, кто вмешивается. То есть работников специальных информационных идеологических служб. Мы все прекрасно уже знаем, что где-то года 3-4 тому назад, сначала в Соединенных... Нет, в Англии в первую очередь, потом в Соединенных Штатах Америки, потом, естественно, в Российской Федерации появились информационные войска, специальные подразделения, которые ведут, так сказать, образно говоря, идеологическую борьбу друг с другом. Ну, и то, что в этом докладе говорится о пространстве постсоветском, ну, это мы видим, исходя из тех политических реалий за последние два десятилетия, да, то есть идет целенаправленная попытка оторвать, естественно, бывшие постсоветские республики. В первую очередь, это сегодня Молдавия, Украина, Белоруссия, так называемые восточные партнерства, ну, Армения, естественно, Азербайджан, и вывести из-под влияния Российской Федерации. Ну, вот у Запада есть вот такая какая-то страшная боязнь того, что вдруг возьмет и возродится бывший Советский Союз в каких-то формах и так далее. Вот исходя из этого, вот и появляются различные вот эти документы, которые направлены на четкую задачу, на противодействие, скажем так, внешней политике Российской Федерации, которую она проводит в Европейском Союзе, которую она проводит в мире. Ну, и все это сегодня выливается в так называемую, ну, раньше мы говорили холодная война, сегодня придумали новое, более современное название, гибридная война, да, то есть оно как бы не звучит, но смысл остается один и тот же. Но холодная война это было противоборство друг систем, капиталистическое и социалистическое. А развалили социалистическое государственное противоборство, то осталось, значит, дело не в этом, дело в русофобии, дело в конкретной русофрении. Появился новый термин, кстати, его ввели западники, прекрасная книга ирландца, ирландского журналиста Дональда Магнодальда, вышла в 2015 году, он лет 15 проработал в Российской Федерации, вот и описал все формы и методы пропагандистской работы западных журналистов в Москве. И вот этот термин пошел от него. Ну, в общем, на эту тему можно говорить очень долго. Нет, я поэтому задаю совершенно конкретный вопрос. Это четко, спланированная, традиционная работа западных информационных служб. Вот смотрите, господин Церанов, на что я обращаю внимание. Господин Шпавалов говорит «Запад», он не говорит «Британия», хотя мы видим, что они авторы, он считает так. Считаете ли вы точно так же? Это первый к вам вопрос. И второй, вот сам этот доклад, вы не считаете его тоже вмешательством в наши внутренние дела? Ну, если любой аналитический доклад считает вмешательство в внутренние дела Молдовы или России, то боюсь, что это вмешательство превращается в настоящий цунами, потому что в мире появляется огромное количество всякого рода аналитических материалов. Что касается Чанантауса, Хауса, то есть Корайевского института международных отношений, то я просто хочу напомнить телезрителям, что этот институт возник еще в начале 20-х годов, когда, ну скажем так, идеологической борьбе с Советским Союзом, которая еще, собственно говоря, не существовала, когда появился институт. В Советской России боролась. Ну да. В Великобритании последние все 2-3 столетия до Октябрьской революции 17-го года. Я хочу напомнить, что Великобритания была союзником России по Антанте в Первой мировой войне. Даже своего двоюродного брата, царя Николая II, братец не принял и подставил под большевистские политики. Вы полагаете, что это было связано с русофобией? Я полагаю, что это было связано с борьбой с Российской Федерацией, с великой державой. Да, Романовы не были русскими по национальности. Дело не в этом. А я предлагаю сосредоточиться. Да, вернуться в наше время. Потому что, раз вы затронули этот институт, господин Церама, вы ведь знаете тех персон, которые получали призы ежегодные, да? Их вручала даже королева Великобритании. Вот господин Ющенко, например, он один из номинантов был. Госпожа Хиллари Клинтон тоже, да? Продолжайте, вы ведь наверняка можете продолжить этот список. Путина не было там среди номинантов? Вы знаете, нет. На этот раз нет, да? Но было многие другие... Я думаю, что в связи с русофобией вряд ли он полный. Я не думаю, что это русофобский документ. Я думаю, что это аналитический документ. Кстати, среди председателей Лондонского клуба, были или этого института, был многоуважаемый мной историк Арнольд Тойенби. Это был великий историк. Он оставил после себя, так сказать, теорию так называемых культурных кругов, которые, так сказать, являются одной из основополагающих исторических концепций изучения истории. Ну, это опять-таки... Ну, мы все время... Я вхожу... Мы как историки первоначально все равно останавливаемся. Ну, разумеется, это неприятный документ для России. Для нынешней России. А для Молдовы? Я думаю, что для Молдовы это повод к размышлению. Повод к размышлению. Что там сказано о Молдове? Что существует определенная угроза, с которыми сталкивается Молдова. Ну, скажите, а разве Россия в известном смысле не представляет угрозу для Молдовы? У нас серьезные разногласия с Российской Федерацией, к сожалению, по очень многим основополагающим вопросам международной политики. И в том числе по вопросам, касающимся внутриполитической ситуации в Республике Молдова. Например, Приднестровский конфликт является одной из таких проблем. Наши взгляды Кишинева и Москвы кардинально разнятся в этой проблеме. Кстати, в докладе на эту тему не слово. Нет, в докладе есть об этом. Если вы читали английский вариант доклада, там есть и говорится о том, что Приднестровский конфликт разводит Молдову и Россию по разные стороны баррикад. И в этом смысле... Там в плане того, что поддерживается Россия скорее. Приднестровье. В этом аспекте об этом говорится. В этом аспекте. Но там не анализируется. Я об этом не говорю. Доклад по большей части, молдавская часть доклада, она занимает примерно пятую часть. То есть все-таки Украине и Белоруссии там посвящена большая часть. И это вполне естественно. Ну конечно. Они там с ними и меньше возни. Они честно признают в этом. Я думаю, что с этим докладом пусть разбирается Россия. У нее там есть претензии к этому докладу. Для нас это под к размышлению. Под к тому, чтобы осознать, как мы воспринимаемся на Западе. Потому что то, что написано в этом докладе, это практически западный майнстрим в отношении восприятия России. Сегодня Россия воспринимается именно таким образом. Или по большей части. Потому что, несомненно, на Западе западное общество, плюралистическое общество. Там существуют разные точки зрения. В том числе существует очень серьезная российско-фильская, так сказать, русофильская. Я специально использую российско-фильская. Потому что русофильская, это скорее этническая, так сказать, составляющая. А российско-фильская, это отношение к нижнему состоянию государства. Между русскими, как этническая составляющая, и российским государством, сегодняшним, или российским политическим режимом, все-таки есть определенная разница. По крайней мере, я эту разницу вижу. И в этом смысле, несомненно, для России это неприятный документ. Но там есть вещи, которые были, или там есть объяснения, там есть, так сказать, постулаты, которые порождены российской конкретикой, конкретикой российской политики. Кто будет отрицать, что отношения между Украиной и Россией, это в том числе и, так сказать, ответственность России за то, что сегодня происходит там. Кто будет отрицать того обстоятельства, что, например, тот же самый руководитель Белоруссии, Лукашенко, не раз высказывался очень критически об определенных нюансах российской политики по отношению к своему государству. И Лукашенко постоянно отмечает, что мы не сдадимся, если нужно будет, сказал Лукашенко, мы с оружием в руках будем отстаивать нашу независимость. С какой стати? Лукашенко, который находится в союзных отношениях с Россией, почему-то он заговорил об оружии? Значит, существует какая-то объективная подоплека, которая заставляет политиков в этих трех странах, потому что доклад посвящен этим трех странам, воспринимали в определенной плоскости все это. На Западе это воспринимается именно так. Подавляющее большинство, скажем так, интеллектуального и экспертного эстеблишмента Запада воспринимает Россию сегодня как угрозу. Вы знаете, я слушаю вас и думаю, если вот так вот британцы озабочены тем, что происходит в Молдове, то почему им на самом деле не придумать и распространить какой-то доклад в отношении того, как в Молдове выйти из кризиса, в котором она находится. Почему весь этот доклад посвящен одному? Вот здесь говорят только о противодействии российской пропаганде, российскому влиянию. По большому счету, давайте так, я зрителей скажу, чем недоволен Лондон? Значит, первая, политическая сфера. Здесь президент Дадон с социалистами, которые, как британцы, их назвали оплот российского политического влияния в стране. И им очень обидно, потому что на Украине, вот говорят, секундочку, я сейчас объясню. Вы не ссылайтесь, пожалуйста, на те публикации, которые появились в русскоязычной прессе в Молдове. Нет, 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 там есть фамилия Дадон истой. Есть, конечно, не ссылка. Меня что смущает, что вот они говорят, вот на Украине дела стоят гораздо проще. У них вот нет таких партий, которые сейчас предвыборную кампанию, да, вот за дружбу с Россией. А вот в Молдове смеют, это не нравится. Вот что вы говорите, это дело России, а я спорю, что... Там говорится по-другому, что в Молдове существует значительно больше предпосылок для того, чтобы российская политика в Молдове была более эффективной для Москвы. Вот так, а смеют... И это их беспокоит. Это я как бы смеют и беспокоят. Возможно, была вольная трактовка, но в смысле, в принципе, А почему бы эта политика не могла бы быть более эффективной и более плодотворной? Почему англичан должно это беспокоить? Что Россия, какая-то страна-изгой, что это государство какое-то находится под какими-то, ну, не знаю, под судом, еще под каким-то запретом, а носит какую-то смуту, войну несет, еще что-то. А Крым и Донбасс это не смутно? Да нет, а при чем здесь Крым и Донбасс? Давайте Чечню вспомним. Давайте. Кто в Чечне воевал и кто их финансировал? Не те же Соединенные Штаты Америки, не тот же Лондон. Да, конечно. И почему-то чеченских боевиков они называли как? Они называли повстанцы. А вот людей, которые защищают свое национальное самосознание на Украине, на Донбассе, они называют бандитами. Я как-то вот эта двойная мораль мне, как русскому человеку, абсолютно непонятна. Я считаю, то, что происходит именно там, вот именно вот в этих формулировках. Опять-таки, еще раз говорю, в одном регионе это одно, в другом регионе это другое. Способа это одно, значит, Приднестровье это третье. Понимаете? То есть, вот, осад это очень плохо, да, а кто-то другой очень хорошо. Значит, нужно поменять одного президента, поставить другого президента. Обычная политика, опять-таки, западных держав. Ну, поменяли они в Ливии, что они там сделали? Победили они, разбомбили они эту страну. Теперь она разделена на три клана. Франция туда, которая бомбила Англия и Соединенные Штаты Америки, бесполетная зона, вот эти все боевики, бандиты, которые разгромили процветающую страну, которая сдерживала весь этот натиск вот этих мигрантов, от которых сегодня Европа задыхается. Кто это сделал? Российская Федерация или это сделали цивилизованные Великобритания и, ой, Англия, извините, и Франция? Вы полагаете, что если существует в этом мире, какие-то там бандитские выходки, так Россия тоже позволит нам по-бандитски поступать. А почему Соединенным Штатам это позволит? Нет, нет, нет. Мы сейчас говорим не о Соединенных Штатах, мы говорим конкретно о России. Вы знаете, если вы... Вы знаете, у каждой страны есть свои какие-то интересы. Нет, мы говорим о Молдове. Я позволю себе сделать эту поправочку. Мы говорим не о России, мы говорим о Молдове и о том, что в этом докладе есть зоны, на которые они предлагают особое внимание обратить. Вот одно из них это влияние значит, религии, да? Конкретно вот здесь масса претензий, значит, у них к Молдавской, у Молдавской православной церкви, которая подчиняется Русской православной церкви. Здесь, и здесь даже выходы предлагаются. Я не знаю, вот я когда прочла, что вот это доверие по-тихому надо, да, вот так я понимаю, подрывать. И привлечь к религиозным проектам, направленным против православной церкви, католиков, униатов, сектантов. Вот, например, вы говорите, что это удар для России, а разве это не удар для Молдовы? Это религиозная война в Молдове, которая инспирируется руками Запада. И об этом там прямо написано. Значит, давайте будем искать молодых священников, то есть молодых, неопытных, зеленых, давайте их будем покупать. Давайте, ну, а зачем все эти... Там так написано? Да, почти так. Так почти или так написано? Почти. И мы сейчас будем цитировать, что нужно английскую версию уже всем цитировать. Ну, потому что вы сейчас говорите языком тех... Одной публикации, которая была тиражирована в русскоязычной... И, кстати, это заставило меня посмотреть оригинал доклада. Но там нет этого, потому что российская трак... В смысле, трактовка русскоязычной прессы в Молдове, она такая... Ну, более прямолинейная, скажем. Ну, да. Ну, настолько прямолинейная, что дальше некуда просто. Нет, ну, мы же сейчас не цитатами говорим. Мы говорим о смысле. Мы против кого-то направлены. Ну, так там, когда говорят о других церквах, там нет такого, что нужно противопоставлять церкви. Там говорят о том, что нужно этим соответствующим церквам... Я сейчас... Конфессия. 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 Да, спасибо за помощь. Помочь. Да. Им нужно уделять больше внимания. Помочь. Вот там написано. Да, да. И что в этом плохого? А что в этом плохого? В нашей православной церкви? Когда мы говорим о так называемой русской православной церкви в Молдове, тут возникает один естественный вопрос. А почему русская православная церковь существует в каноническом пространстве, где не говорят на русском языке? Почему? Почему, так сказать... Извините, а почему католическая церковь существует в каноническом пространстве, на котором не говорят вообще на многих языках? Нет, русская православная... На итальянском точно не говорят. Не у Бразилии, не у Мексики. Вы не можете не знать, что Молдавание... Подождите. Потому что вы не признаете... Вот, Анатол, опять двойные стандарты. То есть русская православная церковь и вот это пространство, если на другом языке, оно не может. А католическая может. Я не говорю, что не может. Она говорит на русском языке. Но проблема в другом. Ведь это церковь, которая находится здесь, на территории Бессарабии. Но она исторически сложилась здесь. Исторически сложилась в результате военного захвата. В какой церкви наши предки пошли в молитву? Существует две... В молдавском народе, если мы не будем говорить о румынском народе в целом, молдаване, просто молдаване. Да. Как это получается, что у этих молдаван две церкви? Они говорят на одном и том же языке. У них те же самые обычаи, которые создали искусственно-бессарабскую. Вы знаете, в каком городе? Кто? Кто? Кто создал? Народный фронт. Не создали, а легализовали. Это важно. А в 1812 году? А что в 1812 году? Как здесь появилась Россия? Борис Андреевич имеет в виду легализовали в Молдове. Да, Лесарабскую. Да, вот это. Не создали. Так это нормально, потому что это национальная церковь. Русская церковь здесь, то есть вы выступаете за то, что в каждом государстве должна быть своя национальная церковь, и она должна подчиняться своим этим фюрерам, и так далее. Фюрером это вы имеете в виду? Ну, руководителем. Нет, я руководитель. Нет, подождите. Вы патриарха Кирилла называете фюрером? Потому что... Я называю руководителей государств определенных, которые раскалывают русскую православную церковь сегодня специально. У нас... Целенаправленно. Почему? Потому что она является объединяющим стержнем, духовным стержнем, нравственным стержнем народа. Вот этот духовный нравственный стержень сегодня нужно растоптать. Сегодня нужно нас нас, молдаван, русских, украинцев, гагаузов, болгаров, забыть то наше общее прошлое, которое нас объединяет. Хорошее, плохое, это наши внутренние разборки. Это наши дела. Просто вы, русские, пытаетесь молдаванам навязать свое историческое прошлое. Мы, русские, ничего не навязываем. Молдаване сами выбрали, в какую церковь им ходить. Нет, молдаване этого не выбирали никогда. Да, здравствуйте. Вам как историку хочу напомнить. Банулеску Бадони, наверное, перевернулся бы сейчас. Ну да, конечно. Ну да, конечно. Вот я уверен, что сейчас смотрят священных служителей, они просто недоумение. Вам напомнить о том, как в 19 веке здесь, на территории Бессарабии было запрещено вероисповедание на молдавском языке? Вероисповедание? Да. Или служба? Служба. А это что, не одно и то же? Нет, не одно и то же. Это разные вещи. Вероисповедание, это другое. Я посмотрю, сейчас говорят, что они будут на древнегреческом молиться, потому что они попали... Нет, на самом деле битва за церковь. Вы передергиваете просто. Вы просто передергиваете, потому что существует определенная историческая канва. Она в свое время была нарушена. Сейчас, после развала Советского Союза, происходит естественный процесс возрождения национального самосознания, в том числе и на Украине. А в Европе происходят совершенно другие процессы. Так это проблема Европы. Объединение, глобализация и так далее. Не мы выбрали себе этот исторический отрезок. Мы его должны пройти. Вы как историк не можете не понимать, что нельзя перескать его через этап. Это Монголия пыталась построить социалист, будучи феодализмом. Я понимаю, но у меня такое восприятие, что нам навязывают какие-то формы... У вас такое восприятие, у меня нет такого восприятия. И у большинства молдаван нет такого восприятия. Мне кажется, что все проще. Битвы вокруг церкви идут именно потому, что по всем вопросам именно церковь. 80% доверия. Да, именно поэтому здесь никто ничем конкретно не пытается вспоминать историческое прошлое. Здесь вот этот факт воспринимается как данность. О том, что поддерживает президента Додона, о том, что пророссийский настрой церковных властей. Там все конкретно и настроено. Если бы это было по-другому, антироссийско настроено, если бы это было настроено как-то по-другому, об этом бы не писали. Но если бы... Вообще, видимо, с ним появился бы аналитический доклад, если бы было его по-другому. Потому что тот доклад, который появился, он анализирует конкретную ситуацию, которая здесь создана. Кто будет отрицать, что Додон и Социалистическая партия, президент Додон и Социалистическая партия выражают здесь, в Республике Молдова, скорее русские интересы, чем интересы молдавского государства. Я буду возражать, потому что они выражают интересы молдавского народа, который голосовал интернационально. 52% за этого президента. И, кстати, паспорта на избирательных участках не проверялась. Но учитывая, что у нас большинство населения молдаван, я почему-то думаю, что большинство молдаван как раз за Додона их голосовало. Да, я думаю, что... Хороший, большая часть молдаван проголосовала за... Методы борьбы, которые предлагают... Я так не считаю, но это уже... Это уже наши политические симпатии. Методы борьбы, которые предлагают авторы этого документа. Это ставка на некоммерческие организации. Там у них есть вопросы к некоммерческим организациям. Им не очень нравится тот факт, что они у нас поддерживают определенных политиков. И по этому поводу они считают, что у нас даже Майдан невозможен, потому что, в принципе, это все неправильно. С такими людьми Майдан не делают. А что, хотелось бы Майдан? Я как бы здесь отвечаю. Я считаю, что это положительным моментом в этом докладе, что Майдан представляется невозможным. Там нет такого, что Майдан невозможен. Там говорят, что развитие событий, молодой, по сценарию, украинского Майдана невозможен. Невозможен. Нет, маловероятно. Да, ну все-таки это повод для радости. Значит, методы борьбы очень ясные. Ставка, я уже сказала, некоммерческие воспитания правильных журналистов. Вот не станете спорить о том, что пресси... Это правильный журналист, это ваша трактовка. Но это журналисты те, которые... Я просто не хочу называть телеканал, который там даже упомянут. Где? Мне это кажется... А, я могу назвать. Не надо. Потому что, да, то есть те журналисты, они правильные. Они правильные, да. А те, которые... Вам неудобно как коллеги это сказать. Да, мне неудобно. Мне не хотелось бы вот этими вещами заниматься. Кстати, мне предстоятелям этого телевизионного канала запрещен въезд в Украину. Это так, как вы не думаете. Ну, это было недавно. Это все равно хочет... Месяц назад. Господин Царану все равно, чтобы люди подумали, про какой канал мы говорим. Значит, задействовать прозападную молдавскую диаспору. Да. И там есть фамилия Майя Санду. Есть такая? Ну, пятая колонна, конечно. Вот, значит, потому что представители... Майя Санду считает, что пятая колонна – это Дадон. Ну, да, конечно. Я вам не мешаю, господин. Я сейчас попрошу прощения, потому что я пытаюсь задавать вам вопрос. Не извиняйся. На этот раз вам попались темпераментные гости. Да, я поняла. Значит, диаспора. Вот как все это сопоставляется с теми самыми демократическими принципами, о которых британцы не устают говорить всему миру? Еще их очень беспокоит деятельность, например, российского спутника. Беспокоит их эта деятельность. Зачем они его тут? Они не то делают. Одно информационное действие беспокоит их всех. Я могу сказать одно, что после того, как их беспокоит деятельность Арти, то спутник просто в Молдове, я не знаю, не должен их беспокоить от слова совсем. Вот эти все моменты, вот эти все их ставки, как это с демократией, господа? Да никак не с демократией, не со свободой слова, не со свободой выражения своего мнения. Почему? Потому что я сказал, у Запада всегда была двойная идеология. Вот для тех, кто им нравится, это одна политика. Для тех, кто имеет свою точку зрения, это совершенно другая политика. И таких периодов в истории у нас было громадное количество. В том числе то, что касалось и Российской империи, и Советского Союза. Сегодня Российской Федерации, о чем бы мы с вами не говорили, но тренд, он всегда был один. Он всегда был антироссийский, антисоветский. Как бы страна ни называлась. Почему? Потому что это громадная держава с громадными природными сырьевыми запасами. Многонациональная страна, многоконфессиональная страна. Поняла. Всего 147 миллионов населения на такую громадную территорию. Но хотелось бы поделить на 5-6 бантустанов. Хотелось бы качать нефть и газ бесплатно, а не за деньги. Хорошо. Я понимаю, задаю вопрос. Накануне парламентских выборов, вот эти слова, вот такая идет характеристика, почему необходимо поддерживать диаспору, которая поддерживает Майю Санду. И определенные слова в адрес Игоря Додона. Мы можем это расценивать как пропаганду в пользу одного политика и неприятие как западными политиками другого. Это правильно? Ну, опять-таки, этот доклад сделан не политиками. Этот доклад составлен аналитиками. Это серьезная организация. Вы полагаете, что если аналитики пишут о поддержке Майю Санду, то этой поддержки в принципе нет? Аналитики, когда пишут доклады, они констатируют определенную ситуацию. Они ее раскладывают по кубикам, а потом дают, так сказать, прогноз на будущее. Что нужно делать с их точки зрения? Вот с их точки зрения. Так сказать, с точки зрения западной... Кстати, когда вы, господин Шаповов, говорите о западной демократии, что она всегда была лживой, и, так сказать, как она там... Двойными стандартами он говорит. Я вам просто хочу напомнить, что вообще демократия – это продукт западный. И когда мы постоянно себя, так сказать, коррелируем с демократическими нормами, то как-то получается, что мы коррелируем с демократическими нормами. Да, на демократии это разное. Да, суверенная демократия, Суркова, например, Москва. В Англии две партии борются друг с другом, в Соединенных Штатах Америки тоже. Кто бы не победил, все равно победил миллионер. Ну да, это советская точка зрения на мировую политику. Ну, в советской системе было немножко по-другому. Ну, конечно, тоже. Ну, вернемся к нашему. Да, если можно, вернемся к вопросу. Это уже не дело этого доклада, не дело тех аналитиков, которые сделали этот доклад. Это уже, этим делом уже будут заниматься политики. То, что они, и в том числе, и, так сказать, масс-медиа, журналисты. Когда мы начинаем говорить о пропагандистской составляющей, то да, естественно, любой доклад, любая аналитическая разработка, она в конце концов попадает в руки пропагандистов. Это совершенно очевидно. С этой точки зрения кто-то будет это использовать как в целях пропаганды. Кстати, эта пропаганда имеет двоякое значение. С одной стороны, это будет как антирусская пропаганда, с другой стороны, наоборот, как пророссийская пропаганда. Поэтому, с этой точки зрения, я не вижу здесь ничего особенного. Если мы будем всегда... Кстати, когда вы говорите, так сказать, об электоральной составляющей этого доклада, вообще в Молдове его не заметили. Вот ваша передача сегодняшняя, в которой мы участвуем... Я бы не сказала, что не заметили. Может, заставить кого-то подставить. Я бы не сказала, что не заметили, но... Хорошо, давайте сделаем так. По крайней мере, молдавая язык, румыноязычная пресса совершенно обошла, так сказать, молчанием этот факт, этот доклад. Ничего не появилось. Только русскоязычная пресса отреагировала. То есть, это означает, что этот доклад имеет какую-то политическо-пропагандистское эхо только в русскоязычной среде в Молдове. В большей части общества это не имеет никакого. Вот, если появится еще пара таких передач, как сегодняшняя, наверное, это придаст этому докладу, в том числе и электоральную составляющую. Но я не думаю, что это будет иметь... Это сколь-нибудь серьезно повлияет на расклад сил. Вы знаете, это все не важно, господин Сыран, но это все не важно. Важно, будет ли нарушен закон или не будет. У нас по закону запрещена поддержка иностранцами наших кандидатов. Да. Да. И вот не важно при этом, одна программа, две, три. Есть закон, будет добрый... Будет добрый все это выполнять, я считаю так. Значит, мы запретим английскому королевскому институту делать аналитические разработки. Мы не запретим, как вы говорите, что будет использовано некоторыми силами в своих электоральных целях. А я говорю, что не имеют права. Мы сегодня об этом говорим. Да. Это значит, что завтра какой-нибудь политик, который участвует в выборах, сошлется. А вот послушайте, многоуважаемый мною господин Шиповало, смотрите, как он это делает. Кто сказал? А вот многоуважаемый мною господин Сыранов, смотрите, как это дело вывернул вот так-то. Понимаете? По крайней мере, мы поняли цель, почему вы сюда сегодня пришли. Тогда задаю вопрос по-другому, если хотите. Вот давайте так себе представим на секундочку. Вот появляется доклад. Вот какого-нибудь, ну пусть это будет центр внешнеполитического, я не знаю, сотрудничества имени Примакова. Да, уважаемый, в 15-м году появился этот центр, и вот он разработал доклад. И в этом докладе есть некие рекомендации по вытеснению из Молдовы сил ЕС, по запрещению влияния или сокращению, скажем так, влияния Соединенных Штатов Америки. Лет на 10, вот там будет, так же, как в этом докладе, будут даны рекомендации. Там вытеснение Бессарабской митрополии будет значиться, да, вот в этих пунктах. Информирование о НАТО, например, и о жертвах, которые были во время тех войн, которые были, вы не хотите дослушать, я скажу, информирование о количестве жертв, которые, значит, при содействии войск НАТО. Вот, например, как вы полагаете, что бы произошло у нас в стране? Я думаю, что реакция была бы значительно большая, чем по поводу этого доклада, королевского доклада. Я тоже согласен. Да, я думаю, что очень большая часть общества отреагировала бы именно так. И мое объяснение это тому, что большая часть молдавского общества ориентирована на Запад. И, так сказать, любая попытка России... Статистика говорит совершенно другую. Нет, статистика говорит о том, что общество разделено. С самым докладом, да. Да, даже в самом докладе, если бы другие цифры. Но я сейчас говорю о большей части. Наиболее образованной, наиболее пассионарной части молдавского общества. Она бы отреагировала бы именно так. Вы не стоит отрицать господина Шаповалова, что за господина Дадона, несомненно, проголосовали национальное меньшинство. И это вполне естественно, потому что национальное меньшинство Республики Молдова четко ориентировано на пророссийский вектор. И наиболее... Во всяком случае, они не видят ничего плохого. И наиболее некультурализированная часть молдавского общества, молдаван, это тоже избиратели господина Дадона. Какая часть общества? Наиболее некультурализированная. А еще раз громче для наших телезрителей. Нет, не надо, не надо. Чтобы они услышали от интеллигентного человека, что их быдлом называют. Нет, быдлом назвали вы. И вы сейчас используете запрещенные приемы. Вот так вот. А теперь мы будем... Это вы отчасти своего народа. Нет, есть любое общество господин Шаповалов. Кстати, русские в Молдове относятся тоже структурированы по такому же принципу. Есть интеллектуальная элита, есть наиболее, наименее развитая часть русскоязычного сегмента молдавского общества. Вы станете это отрицать? Вы станете отрицать того, что люди по уровню культурного развития находятся на разных уровнях? Вы станете это отрицать? Зачем же вы тогда прибегаете к таким дешевым приемам? Я еще раз говорю, я хотя бы об этом говорил. У вас просто нет аргументов. С уважением. Вы, не имея аргументов, бьете, пытаетесь под дых ударить. Это говорит о том, что у вас нет аргументов, господин Шаповалов. У меня есть аргументы. А можно я узнаю, почему именно за европейскую интеграцию выступает именно самая, как вы говорите, образованная часть общества? Где ваши аргументы? Кто сказал, что именно образованная часть? Ну так, как ДАКС говорит. Вы такой развито. Господин Царану это сказал. Румыноязычная часть, румыно, так сказать, достроенная часть молдавского общества – это подавляющее большинство молдавской интеллигенции. Национальная интеллигенция. Несомненно, в части национальной интеллигенции Молдовы существует и определенная группа людей, скажем так, которые не признают свои румынские корни. Но это такие, скажем так, маргинальные части молдавской интеллигенции. Да, господин Шаповалов. Вы просто не знаете молдавскую интеллигенцию. Вы с точки зрения своей русской культуры полагаете, что вы… Ну да, я так бы с Молдаванами не общаюсь. Ну, конечно. Ну, мне кажется, что говорить о евроинтеграции и говорить только об интеллигенции, наверное, не очень правильно. Да, поэтому, если мы говорим об этом, мы считаем, вот как бы, мы говорим молдавский народ. И вот вы говорите, что передавая часть молдавского народа, она такая передавая, что она за евроинтеграцию. А не очень передавая. Правильно так? Так, мягко. Она все-таки вот смотрит в сторону Востока. Мне интересно, вот с чего вы это взяли? Или это принцип «highly likely», как вот делают обычные англичане? Ну, Люда, я вообще-то, так сказать, часть молдавской интеллигенции. Я очень хорошо знаю свой народ. Не по себе я сужу праву. Поэтому это и высокоинтеллектуальная часть. Ну вот, например. Я тут не стану спорить, да. И раз вы по себе судите, то... Я принимаю ваше признание. Опять-таки, я ведь не о себе говорю. Я говорю о той части, которой я принадлежу, и которой я понимаю, и которой я знаю. И существует разительная пропасть между тем, что называется молдавская национальная интеллигенция, и русская интеллигенция в Молдове. И до тех пор, пока мы эту пропасть не засыпем, в этой стране никогда не будет никакого государства, ничего не будет. А эта пропасть существует по сегодняшний день. И эта пропасть в том числе, благодаря тому влиянию, которое идет из России. В том числе и благодаря этой самой русской церкви в Молдове. Русская церковь, которая исторически никогда не была церковью, в настоящем смысле этого слова, была государственным институтом. Еще со времен Петра I церковь стала департаментом. А румынская церковь это не государственный институт, если священнослужители получают зарплату от государства? Зарплату получают и грехи. Или я ошибаюсь? И в Греции получают зарплату. Нет, если вы не получаете зарплату. А вот русская православная, которая содержится на подаянии... Нет, я смотрю, вы опять хотите говорить на тему церкви, у меня только один вопрос. Я логики не вижу. Да нет, вы просто, так сказать... Румынский священник это государственный чиновник. Нет, не чиновник, он не подчиняется никаким регламентам государства, он просто получает государственную зарплату. Каждый подчиняется тому, кто ему платит. Это закон экономики, закон капитализма, при котором мы живем, к сожалению. Можно я все-таки скажу, почему молдавская язычная часть будет активно обсуждать эту тему и так далее? Я бы не сказал бы, что, скажем так, это простые обычные люди будут обсуждать. А будут обсуждать десятки, сотни НПО, которые финансируются американцами, которые финансируются румынами, которые финансируются Соединенными Штатами Америки, которые... Масса здесь, это самые солидные организации, которые проводят вот свою политику западную здесь у нас. А сколько есть их вот таких вот, для которых составляются вот эти доклады? Конечно, они будут это муссировать, конечно, они будут это обсуждать. Конечно, будет попытка противопоставить одну часть населения другой части населения. Говорит, что одни более интеллигентные, вторые некультурные, третьи образованные, четвертые еще какие-то. Для чего? Опять-таки для того, чтобы нас растащить. По национальным квартирам, по социальному статусу, признаку, по каким-то другим моментам. Если вот мы или консолидируемся, а и здесь я с господином Царану согласен, в один молдавский народ, в одну нацию. Для этого было бы не только выучить язык. И я с этой постановкой вопроса согласен, а никто не отказывается учить язык. 30 лет учим и никак не выучим. Еще раз говорю, никто не отказывается. Но никто и не будет учить его, если его будут пытаться научить из-под палки, ничего не делает. Это разные вопросы. Мы сегодня не обсуждаем языковую проблему. И здесь, конечно же, реакция будет абсолютно другая, более дискуссионная и более проблематичная. Почему русскоязычная пресса более активно отреагировала? Потому что там все направлено против именно русскоязычной прессы. Просто там есть закрытие информационных каналов, закрытие новостей, информационных программ. Создание специальных программ для того, чтобы, образно говоря, вот этих недоделанных русских в Молдове, не с теми мозгами, там так не написано, но фактически речь идет об этом. Переделывать для того, чтобы для них была прелесть европейской интеграции и так далее. В тот европейский союз, который развалится через ближайшие 5-7 лет. Это уже все понятно. И эти процессы, они уже давно идут. И это понятно. И это есть. У нас время практически вышло. Я хотела бы, чтобы вы оценили жизнеспособность этих рекомендаций для стран ЕС и для Соединенных Штатов. Вот они прочитали этот доклад. Как вы полагаете, будут они, станет ли он для них руководством к действию, скажем так? Естественно. А зачем его писать? Нет, я предоставлю вам слово. Я не думаю, что это, так сказать, директива к действию. Теперь Запад, повторяющий рост. Это очень полифоническое общество, очень плюралистическое. Там существует очень много центров. Я думаю, что какие-то, так сказать, центры, о которых упомянул, в том числе, господин Шаповалов, несомненно, возьмут на вооружение, посмотрят. Но у каждого из этих фондов есть своя точка зрения. Этот доклад, несомненно, внесет свою лепту в формирование или в моделирование этой точки зрения. Но я не думаю, что это указание к действию, немедленному действию. На Западе так не работает. Да, это один из элементов многоплановой работы, которая делается на Западе. И повторяю еще раз, это плюралистическое действие. Там есть масса институтов, которые, так сказать, очень благосклонно относятся к России. Например, во Франции, которые в России вообще там чуть ли не боготворят и считают, что Россия – это вот мессия. И мы пожить бы под боком России, чтобы понять, что это такое. Я поняла, только хочу одно – понять, какие поручения получат различные НКО и как они будут их выполнять. Господин Шаповалов, вам слово. Ну, вы понимаете, да, конечно же, я согласен с господином Цараном, что это не какой-то приказ, что это не команда, что все становитесь в один ряд и так далее. Аналитические доклады действительно делаются для того, чтобы проанализировать какую-то ситуацию, для того, чтобы выявить какие-то болевые точки. Для того, чтобы обратить внимание определенных людей, для которых этот доклад писался, на эти болевые точки. Ну, я прекрасно знаю из практики работы организаторской, пропагандистской, какой дальше следует этап. Дальше следует этап разработки финансирования, получения разработки конкретных проектов, отбор этих проектов, финансирование, подбор людей. И, естественно, он рассчитан на 10 лет, потому что они сами реалистично понимают, ну, вот сколько нас уже 30 лет пытаются разложить, да. Вот, но никак у Запада это не получается, да. И их это беспокоит по Молдове. Вот, поэтому они трезво оценивают свои силы, они трезво оценивают точку зрения людей, противодействия людей всей вот этой их деятельности, да. Потому что, ну, нельзя, допустим, людей моего поколения вот так уже переделать. Нельзя переделать людей, ну, там, допустим, сегодня 30-летних, 40-летних в какой-то степени уже по-разному. Но не случайно в этом докладе, вот мы не коснулись этой темы, там говорится об образовательной политике, там говорится о некоторых других вещах. Вот на это и будут направлены очень многие вещи. Ну, вот смотрите, у нас сегодня тоже, ведь мы, ну, вот у нас есть курс, образно говоря, так называемого гражданского воспитания, которое должно воспитывать гражданина Республики Молдова. Сегодня у нас такой универсальный курс Республика Молдова и Республика Андора, вот флагманы в этом деле, да, да, смешно звучит, да. Мы пытаемся новый этот курс преподнести как вот человека какого-то не национально-патриотического, о чем говорил господин Царану, без национального самовосознания, а человек какой-то общей культуры, который должен жить в демократическом обществе и совсем мириться, совсем соглашаться. Вот это тенденция, вот это поколение, оно будет разлагаться. Я благодарю вас, наше время, да, к сожалению, уже вышло. Я вот хочу тоже ответить на этот вопрос, почему я уделила столько внимания этому докладу, вот господин Царану, может быть, прав, когда задает этот вопрос, почему. Я отвечу на него. Очень скоро наши люди пойдут голосовать. И я хочу, чтобы, когда они голосовали, они непременно помнили об одной простой вещи, о том, что свою судьбу должны решать они сами. И не должны у нас появляться вот такие рецепты ни от британцев, ни от европейцев, ни от американцев, ни от россиян. Ни от россиян. Да, то есть, если мы претендуем на то, что мы суверенная и независимая страна, то давайте, по крайней мере, сделаем хоть какие-то шаги. Первый шаг, я считаю, что нужно пойти и проголосовать. Я благодарю вас за то, что вы пришли, отвечали на мои вопросы. Мне кажется, что мы бы еще продолжили, если бы было время. Но это значит, что будет повод встретиться. Спасибо большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера.